Но мы когда эволюционируем, вообще по идее человеку надо два пальца. Вот, ну грубо говоря, вот такой один большой, один чтоб на круг нажимать, и второй хватательный. Всё, когда-то у нас эволюционно просто отпадут эти пальцы, нам не надо. И во всех VR-играх, вот как раз таки вот так вот задействовано, вот так задействовано, и вот так. Всё, больше не надо. Зацените, безымянным пальцем невозможно уже практически управлять, не задействуя другие пальцы. Он уже отмирает, по сути. Но мизинец удобный пока, чтобы в носу ковыряться, в ушах, это ещё ладно, нормальная тема. А вообще можно жить вот так. Потому что, ну, нам зачем это? Вот, допустим, тебе нужны все пальцы для того, чтобы ручку держать, чтобы писать. Нихуя, вот эти не нужны. Суши, чтобы есть, эти не нужны пальцы. Это так. Ну, чтобы просто площадь захвата какого-то предмета была лучше. Но без них можно жить, в принципе. У меня есть теория про инопланетян. То, что инопланетяне, это на самом деле не инопланетяне. Это очень эволюционированные люди. Они все одинаковые. Вот он, классический инопланетянин. Да? Вот их всегда вот так вот делают. Зацените, что происходит. Значит, мышечная ткань не нужна вообще. Мы уже настолько эволюционировали, что нам мышцы не нужны. Ну, реально. Нахуй не нам нужны. У нас всегда большинство работы возле компа. Все, что требует мышц, уже не требуется. Это уже могут выполнять роботы. Нам нужны просто длинные хорошие руки. Потом всегда почти чуть-чуть толстенькие. Вот. Большая черепная коробка, чтобы мозг будет разрастаться. И зрительные нервы тоже будут разрастаться. Потому что большинство информации мы получаем визуально. У нас уже отмер нос. Почти все животные лучше нас нюхают. Вот. И нос, так сказать, видите, у них вообще, вот, обычно у классических инопланетяней практически отсутствует. Потому что нам надо он только чтобы дышать. Он не должен... Вот у собаки длинный нос. И она хорошо нюхает. Потому что канал ноздревой гигантский. Нервов больше в нем помещается. Всасывается туда бом-бом. Вот. Шарите, да? Вот. Нам он нахуй не нужен. Нам надо нос просто чтобы дышать. Ушные раковины, они зачем сделаны? Некоторые люди ими могут двигать. Я, кстати, тоже могу. Это, опять же, от животных осталось, чтобы с разных мест воспринимать больше информации. Это зачем, Зеона? Чтобы от опасности. Вот где-то сзади тебя там волк пробежал, да? Мы живем уже тоже вне опасности. У нас перестали двигаться уши. В следующей стадии это уши отмирают. Зацените, блядь, у инопланетяне нет ушей. Это за меня уже давно все придумали, нахуй. Я просто прозрел. Вот. То, что они толстенькие, да? Вот, опять же, ну, ножки у них, они обычно короткие и маленькие. Потому что сейчас в нашем мире размер не решает. Раньше, чем больше хищник, да, тем больше шансов. Обычно вот хищники какие-то или медведь, он становится на задние лапы, чтобы большим оказаться. И, опять же, это защитная функция. Нам эта защитная функция нахуй не надо, блядь. Медведь встал на большие лапы, мы, блядь, достаем ствол, нахуй стреляем в него. Мы будем ниже становиться. Вот. И, ну, такие низкорослые, нормальные будем. Ну, и все, зацените, тонкая. Потому что, мне кажется, потом жировая ткань у нас просто не будет. Мы будем примерно вот такие, потому что изобретут просто еду, которую не надо будет хавать. Но зацените, реально, все инопланетяне, они почти одинаковые. Вы шарите? Вот. Ну, классические инопланетяне. Есть всякие, конечно, и другие разные. Вот. Ну, вот эти более приближенные к людям. Вот это, ну, вот примерно так мы там будем выглядеть через, я не знаю, сколько, дохуя лет. Ну, зацените, реально. Мне, кстати, раньше было крипово на них смотреть, на этих инопланетяне. Но, когда я прозрел, вот. Замечайте то, что всегда увеличенная черепная коробка, потому что мозг разрастается. Мозг в том плане, что с моментами эволюции у нас появляются отдельные части мозга, которые отвечают за социальную составляющую, допустим. У животных оно не развито. У нас эта хуйня просто появилась и разрослась. Вот. И, ну, рано или поздно у нас хуйня будет разрастаться, разрастаться, и черепная коробка тоже будет расти. И все будет, мы будем крутыми. Вот это криповая картинка, кстати. Я на нее боялся, смотри. Раньше пугали очень инопланетяне. Это будущее людей. Отомрут нахуй пальцы на ногах, кстати. Но они пока нужны, но я думаю, в будущем они отомрут. Почему они все бледные? Потому что нам, опять же, не очень обязательно солнце. Загар же он делает нас более смуглыми. Инопланетянам нахуй, во-первых, не нужны будут солнце, да? Волосяной покров тоже не нужен будет. Объясню почему. На голове волосы для того, чтобы защищаться от солнца. Мы сможем, ну, вскоре мы укрываемся от солнца. Вы замечаете то, что, типа, сейчас у нашего поколения дохуя проблем с зубами. Почему? Ну, если у вас хорошие зубы, вам повезло. Раньше мы жевали сырую пищу. И, ну, наш вид человеческий, да? И зубы были крепкие. Они с каждым поколением укреплялись. Сейчас нам не нужна сырая пища. Мы, наоборот, едим мягкую. Чаще всего это котлетка, пюрешка, да? Все это мягкое. Ну, можно языком даже жевать. Не обязательно зубы прилагать для этого. И зубы потихонечку отмирают. У нас и отомрут, я думаю, волосы. Потому что они нахуй уже не нужны. Волосы на подмыхах выполняют функцию, чтобы не натирало. Чтобы, когда ты вот так вот делаешь, остаются волосы на подмыхах. Волосы на жопе тоже самое. Для того, чтобы булки, когда ты идешь, они трутся друг об друга. И чтоб не натирало. Вот. Волосы на мудях. Чуть-чуть, чтобы не замерзнуть. Потому что мудя это самое важное, да? Опять же, чтоб не натирало. Вот волосы на яйцах, чтобы они нормально не терлись. Вот. А на голове, ну нахуй, просто не надо и все. Вот. Это все под запрет уходит. Кожа смуглая. У меня есть предположение так. Сначала на планете все расы смешаться должны. Но это очевидно, потому что, ну чтобы вывести супер людей, надо, чтобы гены, природа взяла от всяких от всяких. Поэтому меня всегда вот бесит, когда я новости встречаю о том, что типа разнорасовые пары, их начинают хуесосить. Знаете, эти, ну их запретили. Надеюсь, они никогда не восстановятся. Мужское государство называется, когда просто долбоебы не находили просто фотки женщин с другими национальностями. Начинали их хуесосить. Вот. А это наоборот так и надо. Я бы вообще, ну как бы, как-нибудь поощрял бы это. Но когда у нас, ну, станет президент всей планеты, да, и когда вот все люди станут равны, мне кажется, тогда, ну все должны будут скрещиваться со всеми, чтобы вывести, ну реально идеального человека. То есть, со всех точек мира должны все спариваться. Вот. И потом мы выведем идеального, как бы, идеальный единый вид человека. Мы от расизма избавимся, потому что, ну, ну, кого, какие причины будут? Никаких не будет причин. Будет одинаковый вид человека, и потом он начнет бледнеть, потому что просто не будет солнца. Потому что все будут жить в огромных мегаполисах, будут здания настолько огромные, что они солнце не будут пропускать. И еще, скорее всего, взорвут какую-нибудь ядерную бомбу, начнется ядерная зима, и люди поколениями не будут солнце видеть. Из-за этого все станут бледными, и все. 20 миллионов лет, и вы увидите, что я был прав. А вообще, мне кажется, в будущем реально все будут абсолютно равны, потому что все будут, ну, за тебя будут все делать роботы. Людям надо будет только существовать, но, наверное, рождаемость надо будет как-то ограничивать, потому что, ну, просто... Ну, мне кажется, если мы заставим роботов там в незаселенных моментах Африки пахать поля, тогда чуть-чуть побольше будет еды, но в любом случае. Но, с другой стороны, вы знаете, вот эта вот тема, это не теория, это наблюдение уже тотальное, что чем больше у человека денег, тем больше он заинтересован еще в личном успехе, и меньше он детей рожает. Поэтому, мне кажется, когда будет, ну, все отлично вообще у людей, у них там будет бесплатная еда постоянно. Мне кажется, будет так, какая-то масса, блядь, просто масса, и ты выбираешь вкус, и чисто хаваешь массу. Кал, желательно. Да, мастер йода это эволюционированный человек, но только уши, что-то у него слишком большие. Я думаю, есть пределы, это пределы ядерной войны. Да, вряд ли, не-не-не, в любом случае. Единственный наш предел, даже в ядерной войне люди выживут. Люди не выживут только при условии того, что метеорит ёбнет, и это самая вероятная кончина человечества, что ёбнет метеорит. Потому что, ну, уже люди не идиоты, они не будут взрывать, надеюсь, блядь. Мне кажется, что мы, Карим пишет, что мы уже близки к этому, много смешанных рас появилось. И я сам подтверждаю, во мне много национальностей. Да, в дохуя уже люди очень много. Потому что с момента изобретения кораблей уже началось смешивание национальности огромное. И вообще, ну, я не знаю, это может быть лично моё мнение, но... Видели, как эти метисы называются, или как? Ну, когда смешанные расы. Ну, очень симпатичные люди выходят. Мне кажется, оно к тому и идёт, то, что очень симпатичные люди. Гены тебе говорят, что, типа, вот, вот к такому надо стремиться. Вот, когда тебе нравится женщина, это значит, тебе мозг диктует то, что, ну, вообще ты с ней должен спариться, чтобы вид продолжать. И обычно ещё, вы знаете, то, что по запаху надо женщину искать. Вот если ты нюхаешь свою женщину, там не духами, а вот именно её тело, и тебе нравится её запах, что происходит? То она источает, ну, свои гены, да, свой определённый код. Ты этот код вдыхаешь, оно идёт обработка, и идёт сразу, ну, расчёт на то, что, насколько ваши гены, чики-бомбони, друг с другом произойдут. Вот бывало у вас такое, вы нюхаете человека, ну, реально, ну, неприятно. Вот, а бывает нюхаете, и очень приятно. Потому что твои гены лучше всего подойдут к генам какого-то другого человека. Они, ну, идеального вырастет персонажа. И поэтому, этот, по запаху вообще. Ну, я смотрел Сквиртмана, и у него спрашивают, как мне найти ту самую. Ну, Сквиртман уже ничего не снимает, но он говорит, типа, по запаху ищите. Вот, и никак не объяснил. А я потом прозрел, зачем по запаху искать. Вот, я какие-то там ролики кучерявые посмотрел. Не, мне кажется, Дима Скрынник, он когда-то, он раскроется. Он сейчас делает, ну, вот эту ширму шутки принимает. Он когда-то раскроется. Я пользователь. Я пользователь, стопроцентный. Ну, по моей теории, которую я сам создал, я не могу быть мобом. Мне кажется, я пользователь. У меня есть даже предположение, что, ну, большинство людей пользователи. Большинство, вот, в Матрице то, что... Сука, я практически уверен, короче, что мы в Матрице живем, блядь, ежедневно получаю подтверждение. Вот, большинство. Мне кажется, ну, мобов... Хотя, не, может быть... Хуй знает пацан, я не знаю. Я практически уверен, что пользователь, это тот, который что-то может создать. Либо может создать творчество, либо может создать какое-то изобретение. А моб, это, ну, я бы не сказал потребитель, это тот, который создан для того, чтобы пользователей что-то... Ну, чтобы больше силы у пользователя было, и он мог что-то создать. Мне кажется, что те, кто что-то создают, те пользователи. И, грубо говоря, даже, ну, когда ты комментарий пишешь, ну, ты-то его от себя пишешь. Ну, я не знаю, ну, если бы я мог бы побыть мобом, я бы точно сказал бы. Но мобы, если мы в Матрице живем, блядь, ну, не знаю, процентов 20 мобов, я думаю. Для того, чтобы заполнять сервер. Само позволение себе размышлять на тему мобов и не мобов, да, делает тебя не мобом. Шаришь? Потому что, ну, я как бы знаю людей, которых интересует выживание. То есть у них как будто предустановлено животные инстинкты. Типа секс, жрать и спать. Вот, и типа, и прожить следующий день. Вот у них, это единственная их задача. Они не думают о чем-то большем. Мне кажется, если ты думаешь о чем-то большем, то ты не моб. А если ты не думаешь, то ты моб. Вот и все. Мне очень интересно, если реально раскроется Матрица. Самое интересное еще начнется. Типа, люди, некоторые поймут, что они дружили с мобами. Типа, начнутся ли какие-то войны против мобов? Или наоборот? Мне кажется, стоит принять то, что люди мобы. Ты забыл факт, что солнце тоже ебнуть может. Но она слишком долго будет хуярить. И поэтому, как его... Ну, может только это, буря. Буря солнечная, это я шарю. Вот. Но то, что оно прям когда-нибудь ебнет, мы уже к тому времени улетим. Ну, сто процентов. Либо мы переселимся, что более вероятно, в компуктеры. И просто отправим эти компуктеры. То есть, выживание человечества как вида, оно останется, наверное, на компуктерах. Потому что, мне кажется, в любом случае больше имеет значение то, что в голове культура поколений. То, что в голове вообще у человека потенциал. И это мы просто перекачаем в компуктеры. Наш человеческий вид, тела поумирают. А компуктеры отправятся летать, выраздить. Может быть, что наоборот. Пользователи 90% и мобы это 10% гениев, которые пришли, чтобы помогать людям. Да, да, да. Кстати, это да, тоже возможно. Два варианта. Фиксируйте. Первый вариант. Супер футуристичный. Почему матрица существует? Ну, вообще, как она устроена? Зачем она создана? У меня вообще три, но третий, он бредовый. Значит, фиксируйте. Первый супер футуристичный. Человечество достигло своего пика. Открытий не было типа лет сто. И они такие, ну и люди в будущем, такие типа, ебать. Ну, что делать? Вот. А дело в том, что у нас большинство открытий великих, оно производилось, ну, не в лучшие времена, да, там, ну, военные открытия, там, ну, грубо говоря, даже липучку, да, вот одежду на липучках изобрели именно из-за того, что война была. И, значит, что сделали люди будущего, которые воткнулись в предел развития, да, в предел технологий? Они создают множество всяких вселенных, в которых изменяют одну только вещь. И прогоняют эти вселенные и смотрят, что делают люди в матрице для того, чтобы создать в своем мире эти же технологии и продвинуться куда-то дальше. Потому что они там, ну, допустим, на грани там какой-нибудь апокалипсиса, да, им нужны технологии. Они не могут без них развиваться. Вот. И поэтому они создают кучу реально матриц. И это, кстати, теория матриц, она да еще доказывает то, что, блядь, почему мы еще инопланетян не увидели. Вроде у нас космос огромный везде подряд, да? Но никто до сих пор не прилетел, блядь, за столько лет, представляете? Ну, никто, блядь. Это же, ну, практически невозможно. Почему? Потому что есть какой-то ограничитель. Может быть, ограничитель прорисовки. Это то же самое, что вот в GTA 5 есть максимальная скорость машины. Какая бы машина ни была, у нее есть ограничение скорости. Это вот как ограничение скорости света. Вот. Короче, создали кучу матриц. Первая теория – это то, что человечество воткнулось в предел развития. Создало кучу матриц для того, чтобы туда добавлять всякие конфликты, войны. Для того, чтобы создавать технологии. Потом, по этой теории, когда наша матрица себя исчерпает, они просто выдернут провод или перезагрузят и создадут новую вселенную, ну, где мы ничего не будем знать. Ну, или для контента, просто для нас метеорит скинуть, чтобы, ну, кайфово было. Следующая теория – это, значит, произошла война. Произошла война ядерная. Жить на планете невозможно. Жить возможно только, допустим, под землей. Это не считается жизнью. Ну, потому что невозможно вообще как бы развиваться. Значит, что делают люди? Они сами себя погружают в матрицу. Вот по этим проводам, как в фильме «Матрица». Погружают себя в матрицу для того, чтобы не испортилась культура. Они запускают симуляцию до войны для того, чтобы оставить культуру и оставить знания. Потому что если люди будут жить под землей, да, если произошла война, и будут сменяться поколения, то они будут тупеть, они будут терять технологии, они будут терять культурные различия, они будут терять расовые различия. Вот, шарите, о чем я говорю? Вот, и просто они себя оставляют. Потом они выйдут из матрицы, я, ну, этот, радиация осядет уже, да, там, типа, сотни лет пройдут. И радиация осядет, они выходят из матрицы, они понимают то, что, ну, да, придется жить уже в новом мире, но знания при этом сохранятся, потому что симулируются школы, симулируются университеты, симулируются культуры всякие. Вот, мне кажется, вот это, это более реально даже, наверное. Есть у меня третий, самый преподаватель вариант, это, ну, то, что это просто прикол. То есть, что в будущем настолько все круто, что каждый шкила может себе установить симуляцию на комп, и, ну, наблюдать за нами, играться. Скорее всего, типа, может быть, для него время идет. Ну, типа, это стратегия. Он играет в стратегию, он играет, типа, условно, за какого-нибудь президента, да, может перематывать время, там. Вот как я делаю себе таверну, вот так же он играется с миром, выбирает страну, и мы просто одна из очень хороших симуляций мира. Но! Почему эта теория не подходит? Потому что мы можем на эту тему рассуждать, и нас не банит. Да, это важный момент. Нас не банит только при том условии, что мы сами создатели Матрицы. Вот. Потому что рано или поздно мы к этому придем, типа, и мы должны быть готовы. И поэтому моя вторая теория по поводу того, что война, и мы когда-то пробудимся, мне кажется, вот, а это самая, самая вероятная теория. То, что это просто необходимо для выживания человечества и для сохранения культуры и технологий. Если очень тренироваться, то можно, как Нео, поднимать вещи и проходить сквозь стены. И летать. Если очень. Но, мне кажется, когда вот прям подтвердится Матрица, мы будем сюда заходить, ну, чисто поразвлекаться. Вот наше еще ближайшее будущее. Это мы будем как в Валли. У нас будут гигантские кресла, на которых мы будем сидеть. И нихуя нам не надо будет двигаться. Мы будем огромными, толстыми. Потому что, ну, а человека нужен на данный момент только мозг и возможность, блядь, в телефон пальцем тыкнуть. Все, блядь. Ну, ну, вот все, что ниже пояса, оно уже не нужно нам, по сути. Мне будет страшно, что, короче, знаете что, когда, ну, если теория моя с мобами подтвердится, то мобов будут брать в рабство. Потому что, ну, люди будут говорить, это будет, типа, расизм нового уровня, тотального. То, что, типа, вот мы пользователи, а какого хуя мы должны работать, давайте будут работать только мобы. Вот, вот так вот будут судить. И, типа, и поработят, хотя разницы, по сути, между мобом и пользователем нет. Ну, блядь, теория после смерти зависит от того, в Матрице мы или нет. Если мы в Матрице, то это либо спектатор, либо переселение в другое тело. Потому что, мне кажется, религии-то в чем-то правдивое, что Next Level существует после Матрицы. Потому что, если мы люди, мы пользователи, мы лежим вот такие, да, и подключены к Матрице, то, ну, не надо же наш разум уничтожать. Его можно просто перезапустить и все. Потому что, если мы, вот, реально в стазисе в каком-то находимся, то мы, во-первых, плаваем в супер-жижке какой-то, да, которая нам постоянно поставляет питательные весы. И, ну, я думаю, что человек тогда проживает, ну, лет 200 минимум. Ну, типа, мы сейчас уже можем, да, какой сейчас рекорд? 128 лет вроде рекорд, да, или 130 лет. Вот, женщина какая-то прожила, недавно умерла. Это при том условии, что она начинала жить во времена, ну, еще до Второй мировой, да. Это значит, что тогда была еда, ну, похуже, чем сейчас. Сейчас получше еда. Если ты сейчас хорошо питаешься, и у тебя хороший воздух, да, то ты очень много живешь. А если мы в специальном таком, в будущем живем в капсулах, где нам чистый воздух поставляется, идеальный баланс питательных веществ поставляется в организм, мы, скорее всего, ничем не болеем. Мы как пользователи проживаем, ну, реально, типа, 300, или, возможно, даже, типа, ну, 200-300 лет, я думаю, человеческий рынок не сбьет. И все. Катя, блядь, ты где? Да, скорее всего, мы живем в жижи от кальяна-ди-мастера. А вообще, ну, если матрицы не существует, то, наверное, после смерти просто ничего. И это очень грустно. Это просто пиздецка грустно. Я тогда не хочу умирать, потому что мы сейчас живем в самое лучшее время. Каждый год какие-то новые открытия. То на Марс летали, то новый телефон какой-то изобрели, блядь. То, блядь, твой телефон может начинать зумить. Стократный зум, блядь. Как это? Ну, это ж пиздец. Нейросети до чего достигли? Я так не хочу умирать сейчас. Сейчас самое лучшее время, реально. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.